Возле 17-й школы областного центра появилась новая аллея знаний. Педагоги, ученики 11-х классов и волонтеры Тверского отделения Сбербанка высадили на пришкольной территории более 60 деревьев и кустарников. Можжевельники ели туи. С сегодняшнего дня эти деревья будут украшать фасад 17-й школы. Участие в высадке саженцев приняли и ученики, и педагоги. Многие ребята посадили дерево впервые. Безумно важно в современном обществе, с теми экологическими проблемами, которые есть сейчас, и не помогать экологии, это в буквальном смысле губить свою будущую жизнь. Я, например, узнала, как сажать деревья, потому что я до этого никогда этим не занималась, и для меня это было таким маленьким открытием. Несмотря на наступивший период покоя, корни деревьев еще продолжают расти. Так что вовремя посаженные растения к наступлению устойчивых заморозков уже успеют вырастить новые корешки и весной быстро тронуться в рост. А школьники будут наблюдать и ухаживать за своими новыми подопечными. Сажая деревья, мы закладываем такую традицию добра. И дерево – это символ мудрости. Какое-то время назад ребята пришли в стены нашей школы получать первые семена знаний. Совсем скоро они покинут 17-ю. Они уже повзрослели, возмужали. Но здесь останется частичка их сердца. И добрая память о выпуске 2022 года. Высадка аллеи знаний рядом с 17-й школой стала возможна благодаря экологическому проекту «Сбербанка», который он реализует в девяти городах Центральной России. Тверь стала одним из них. В рамках проекта «Зеленые насаждения» уже появились рядом с 10-й и 12-й гимназиями. По мнению кураторов и педагогов, он помогает воспитать у школьников экологическую культуру и ответственность. Формирует навыки взаимодействия с окружающей средой. Администрация города поддерживает этот проект, поскольку он абсолютно точно положительно скажется на воспитание наших с вами детей. Также в рамках проекта для учащихся тверских школ проведут эко-уроки «Сила леса», которые будут способствовать формированию у ребят бережного отношения к природным ресурсам и привычкам, важным для восстановления и сохранения природных богатств. Продолжение следует...